Здравствуйте, ребята! Меня зовут Бачаева Надежда Викторовна. Я учитель школы номер 10 города Якутска. И сегодня я покажу вам, как решать некоторые показательные уравнения. Посмотрите, пожалуйста, на первое уравнение. Что мы видим? В показателе мы видим разность. Применим формулу. 5 в степени х переписываем. Пишем 5 в квадрате – это 25, разделить на 5 в степени х. Минус 26 равно 0. Что мы видим? В знаменателе у нас появилось 5 в степени х. Умножаем все уравнение на 5 в степени х. Почему мы это можем сделать? Мы помним, что показательная функция положительная. Она никогда не равна 0. Итак, 5 в степени х умножаем на 5 в степени х. Получается 5 в степени 2х. Показатели мы складываем. Плюс сокращение происходит, остается 25. Минус 26 тоже умножаем на 5 в степени х. Справа 0. Далее делаем замену. 5 в степени х заменяем буквой Т. Получается квадратное уравнение. Можно решать при помощи дискриминанта и теоремы Виетта. По теореме у нас получается Т1, Т1, Т2 25. Произведение корней 25, сумма корней 26. Не забудьте сделать обратную замену. 5 в степени х равняется 1 или 5 в степени х равняется 25. Легко увидеть, что х равен 0 в первом случае, а во втором случае 2. Итак, мы получили 2 корня. Продолжаем. Посмотрите, пожалуйста, какое интересное уравнение. Основания разные 4, 9 и 6. Одно основание сделать здесь невозможно. Посмотрите, какие показатели х, х, х. Это однородное показательное уравнение в степени х. Как решать? Делением обеих частей уравнения на, например, 6 в степени х. Помним, что не равно 0 всегда. Итак, что произойдет? Что получится? 3 умножить 4, 6 в степени х плюс 2 умножить 9, 6 в степени х минус 5 умножить. Сократиться 6 в степени х равняется 0. 0. Дальше что мы видим? Можно сократить. Написать вместо 4 шестых 2 третьих в степени х плюс. А вместо 9 шестых можно писать, сокращаем на 3, 3 вторых в степени х минус 5 равно 0. Заметим, 2 третьих и 3 вторых обратные числа. Можем сделать замену. 2 третьих в степени х заменить буквой Т. Тогда что такое 3 вторых в степени х? Это 1 деленное на Т. Получаем новое уравнение с Т. 3 умножить на Т плюс 2 разделить на Т минус 5 равно 0. Опять мы можем умножить на Т, потому что у нас Т не равно 0. Получаем квадратное уравнение. 3 в квадрате минус 5Т плюс 2 равно 0. Находим дискриминант. 25 минус 4 умножаем на 2 и на 3. 24 получается. Дискриминант равен 1. Находим первый корень. Т первое равно 5 минус 1 разделить дважды 3, 6. 4 шестых сократим 2 третьих. Второй корень. 5 плюс 1 разделить на 6. 6 шестых это единица. Не забудьте вернуться к нашей замене. Итак, 2 третьих в степени х. Это 2 третьих. Или получаем второе уравнение рядышком. 2 третьих в степени х может быть и, смотрите, единица. Получили два случая. Очень простые уравнения, которые сразу доделаем. х равняется 1 и х равняется 0. В этом уравнении 2 корня. Посмотрите, пожалуйста, на следующее уравнение. Такое необычное уравнение. Что можно сделать? Здесь можно сгруппировать, например, первый и второй члены, третий и четвертый. У первых двух общий множитель 2 в степени х мы выносим за скобку. Остается 3 в степени х от первого минус 9. Мы, помним, должны получить такую же скобку и дальше. Поэтому мы выносим не 8, а минус 8. И в скобках остается 3 в степени х минус 9. Итак, мы видим общую скобку, общий множитель. Выносим за скобку. Скобку 3 в степени х минус 9 мы выносим за новую скобку. И остается у нас от первого слагаемого 2 в степени х, а второго минус 8. Итак, получили произведение равно 0. При помощи группировки и вынося общий множитель за скобки, мы разложили такое уравнение на множители. Вспоминаем, когда произведение равно 0. Когда один из собдужителей равен 0. И получаем два нетрудных уравнения. Дальше мы знаем уже, как делать. И х у нас 2. Точно так же делаем второе. Переносим восьмерку в правую сторону. И мы знаем, что 2 в третьей степени это 8. Итак, что мы видим? Два корня. Кстати, к слову, это уравнение можно сгруппировать было и по-другому. Не обязательно первое со вторым. А третье с четвертым. Посмотрите, можно было сгруппировать первое, например, с третьим. И вынести 3 в степени х за скобку. А второе с четвертым. И вынести минус 9 за скобку. И у нас тоже получится все хорошо, прекрасно. Разложится на две скобки. И получится такой же точный ответ. Посмотрите, какое интересное уравнение. Оно такое необычное. Сразу можно не догадаться, как его делать. Надо внимательно, внимательно посмотреть. Итак, что мы видим? Посмотрите, девятку мы можем заменить как 3 в квадрате. Минус. Двойку переписываем. Что дальше мы делаем? Мы объединим х плюс 6 как единое целое. И дальше запишем 3 в степени х в квадрате умножить на 3 в степени х плюс 6. По свойству степеней мы можем это сделать. Посмотрите, как мы раскладываем, заменяем. Плюс. Дальше. Последнее слагаемое. Мы можем тоже девятку заменить как 3 в квадрате. Но по свойству степеней, заметьте, я поменяла местами свойства степеней. Можно менять местами. И получается прекрасно формула. А в квадрате. Это у нас А. Это В. А это В в квадрате. Посмотрите, пожалуйста. Получается квадрат разности. Еще раз, посмотрите внимательно. А в квадрате минус 2АВ плюс В в квадрате. Итак, при помощи вот таких преобразований, конечно, не совсем легко это увидеть. Мы можем свернуть формулу. А минус В в квадрате. Посмотрите, какое было уравнение и какое стало. Вспоминаем. Если выражение в квадрате равно нулю, то и без квадрата оно тоже равно нулю. И получили довольно простое уравнение. Переносим тройку с плюсом в правую сторону. И видим, основания равны, показатели равны. Дальше доделываем. Переносим все в левую сторону. И получаем квадратное уравнение. Произведение корней минус 6, сумма плюс 1. Получается 3 и минус 2. Итак, первый корень 3, второй корень минус 2. Спасибо вам за внимание. Удачи вам, ребята, при решении уравнений, подготовке к экзаменам. Крепкого всем здоровья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok